поехали смотреть как джинни выйдет против армии тьмы и как я понимаю джинни проиграл монетку ну все гг начинаем начинаем болеть за выживание хуманов есть золотое правило игры против против арт кости не проигрывай монетку проигрывать монетку против арт кости точно тоскливая примерно как проигрывать монетку против мастера зена или пупка не к добру не к добру как бы не то чтобы это сразу поражение но это сразу понимание того что сейчас тебя будут бить ногами тебя будут по шить мб клавсить тащите хуманы говорит джинни ой говорит говорит диамет искренне болеющий потому что ему с арт кости еще играть было бы неплохо что один из главных конкурентов за выход потерял очки и желательно пару мб клавс желательно пару мб клавс так лпо вот так вот надежда как известно умирает последние синк ты пиво пьешь очень редко я не пьющий человек в целом только когда меня заставляют я бы так это описал вот а пью я чем-то такое я как баба там легкие лагеры какие-нибудь какие-нибудь крики чем-то такое я не любитель ничего крепкого и темного люблю мягонькая фруктовая или под светлая арт кости не конкурент ну так то арт кости две игры выиграл я честно говоря не удивлюсь если он и джинни обыграет понимаешь костей там такой дивизион где ну давай скажем так на мой непрофессиональный взгляд на мой непрофессиональный взгляд для арт кости ровно два сложных матча в сезоне будет где ему потребуется дайсинг это игра ой джинни ну последнее сцикло на вот в общем эта игра с ситаром и игра с рутуре во всех остальных он просто раздавит о чем я и говорил так будет идти весь сезон ребят эта команда попала типа в детский на детский утренник повезло зря не я вам серьезно говорю ребята весь сезон весь сезон арт кости будет всех пидорить другого слова не подобрать это было так себе по потому что ушло им боеклапса но во второй раз выпали норм кубы у меня конечно наводящий вопрос нахрена ты даешь джинни нормальный блиц опа окей хотя джинни думаю не будет блицевать а типа он как бы говорит джинни типа ты давай там это тыр-пыр сюда бей туда не бей при том он встал так чтобы был зачем зачем ты принес неглованного лол и еще блиц но не переролил ты ты как бы говоришь дайте мне блиц с чейн блоком в неглу а потом наступите пяткой на эмбэ клавсут господи арт кости сбавь пожалуйста процент от битосной игры я офигею дорогая редакция ну типа без шуток это ну настолько как бы от битосная игра на первый ход что я чё-то даже не знаю да нет я все понимаю но типа на первый ход так играть это как бы я согласен джинни этот этот рерол имеет место быть жаль что не пробой не наказан за от битосную игру не ну серьезно типа то что что показал на первый ход арт кости ребята это просто ну то просто просто безалаберная игра так делать нельзя когда ты играешь без замен главное что не удаление это отличный фол в идеале была бы трава но вообще конечно арт кости показал типа ну вот настолько животную игру на первый ход ребят вот другого слова нет это называется животная игра просто животное вот просто реально animal я сейчас вот нисколько не шучу это это животная игра в рамках слушайте я сейчас вообще реально допускаю что арт кости с такой игрой проиграет потому что это какое-то фееричное начало он уже в принципе сетапится под мага или под быстрый гол и то и другое на пользу джинни просто ну это я все понимаю хочется почаще бить имбек лавсой но что случилось ну смотри он подбегает неглой вот сюда подбегает линейка вот сюда и подбегает козлом вот этим вот вот сюда падает на гфи не реролит то есть он подвел неглу под блиц но ее не пробили вот и упал чисто под толпу хуманов все вот это ход арт кости ну не считая ударов на лосе я конечно не буду называть это полным карт-бланшем но типа он просто дал джинни возможность вернуться в игру сразу это еще спасибо что негла не пробилась там как бы хрен его знает что могло быть ну это реально это животная игра ребят это был блиц и огар предал это была попытка трех кубов а по итогу получим халявный удар в линейку жаль не ну блин это реально была плохая игра если бы джинни сделал бы после этого минус 2 это было бы весьма справедливо просто он реально дал джинни ну вообще просто так раздать все что хочешь но не раздалось он просто разорвал грубо говоря строй подставил двух козлов одного снеглой так делать не стоит кстати коляна я не помню колян я тебя спрашивал про мнение по поводу сетапа с энфи что у меня склероз какой то о увидели пятку надо бить пятку спасибо что не пробил меня еще пугает что у арт кости в принципе норм потенциал стать сильнее то есть смотрите сюда можно еще взять по или гард и это страшно сюда можно взять по и это очень страшно сюда можно взять клавсу сф или додж это тоже близко к прокачке короче как бы тут что-то что-то многовато апов планируется это опасно еще козлик на 3 опыта у меня еще возникает подозрение что арт кости патологически плохо понимает как играть против мага это конечно не точно но а а зачем ты просто подошел неглой под удар зачем ты просто подошел неглой под удар снэйк вай а стилхи вай а стилхи снэйк как бы задаем мы вопрос игре в этот раз огар не предал а огар даже нашел кубы каля на магы а маг чё думаешь маг это нормально ну против вампиров там как бы маг то вам как раз одна из команд которые мага реализуют прям супер из зева наверно даже чуть ли там ну лучше только наверно какие нибудь эти эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Жадно, жадно. Надо было ронять, но жадно. Сейчас ответочка может помучать. Вот это обидно, ребята. Но, честно говоря, уже могу сказать, что при корявой игре арт-кости ему прям сильно завозят. Не, ну я понимаю, что мне надо убить товарища Энфи, чтобы играть спокойно. Надо показать игру уровня Кащея. Я попробую. Спасибо, что это не про бой. Но пока, конечно, Энфи очень... Ой, Энфи. Пока арт-кости очень легко отделывается. Он дает шансы, и пока вот прощают, прощают, прощают. Вот это неприятно. Да, вышли из контакта. Хороший, кстати, Блиц. Стоит сказать, что Блиц хороший. Странно, что не Блиц с самбекловцой, конечно. Не надо ругать, да я и не ругаюсь, Кащей. Я серьезно говорю, если я буду ломать, как ты во втором тайме, будет очень хорошо. Спасибо. 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 Что-то Джинни как-то пока не похожа на победку. Ну, это не реролл. Это не реролл. Дай ну арт кости, блин. Выключи, пожалуйста. Ну, ладно, окей. Да, Огр. Ну, Огр как корова ситара по полезности, только по стоимости не как корова ситара. Ну, спасибо, что не смерть. Ну, еще делаем ставочки, кто больше наберет очков к концу сезона. Джинни или Энфи. Парам-парам-пам. Ну, ПО давай, не обманывай ожидания. Ну, не смерть, знаете, не смерть. Спасибо. Единички не хватило. Джинни вонтернить будет, сделает 2-1 и будет с магией терпеть. Ну, что-то я, конечно, хотел бы увидеть вонтерн, и даже я в него верю, Колян. Но что-то мне подсказывает, что, судя по потрясающим кубам на данный момент, что-нибудь случится. А ты с Арт Костей будешь играть? Ну, если я выйду в ПО и Арт Костей выйдет в ПО, то, может, и буду. Блин, жалко, что не смерть. Ну, потрясающая, посмотри, потрясающая игра тут, конечно. Хорошо. Одна крыса в запасе? Да я знаю, что сидит вонтернер, я знаю. Там две крысы в запасе. Пасун для вонтерна и вонтерн. Они как бы как две детальки лего совмещаются. У меня просто ощущение, Колян, что, типа, пока больше похоже, что Джинни при идеальном сценарии сыграет в ничью. При идеальном, на мой взгляд. Ну, посмотрим. Не, ну, ладно. Пока пробой у Арт Кости все-таки не классический, стоит сказать. Все-таки, если бы у Арт Кости был бы пробой как обычно, то, конечно, Джинни бы я не позавидовал. Так, пока пробой вполне играбельный, я бы сказал. Вполне играбельный. Ну, у Арт Кости обычно пробой просыпается во втором тайме, как вот в игре с бесконтактным Индигоном, например. Спасибо, баночка фасоли, за фоллоу. Тут пятка рядом. Пятка. Видимо, это будет Додж Агилой. Да. Да. Вот это потрясуще. Так, окей. Вот это офигенный шажок МНГ. И даже... Так, слушайте, нет. Вот теперь, теперь все изменилось, ребят. Вот теперь резко ситуация изменилась. Теперь стало хорошо. Так, а с кем Арт Кости играет следующую игру? Давайте взглянем. С Валентином. Окей. Ну, Валентин должен радоваться, потому что это... Это МБ, Такл, ПО, Профи. Это американский футбол в сеттинге Вархаммера Фэнтези. Если тебе это о чем-то говорит. Хотя бы одно слово из этого набора. Это игра для истинных интеллектуалов. Вот так вот. Ну, я бы... Нет, слушай, слушай. Валентин в свое время, например, того же... Так, стоп, Арт Кости, ты собираешься доджить 3 плюс на гол? Или что? Ага. Ах ладно, аптекеры спас. да это конечно было страшно а самое неприятное самое неприятное по-моему да ребята следующая игра у джинни следующая игра у джинни ты чё делаешь ты чё делаешь дурик ёба-боба артку да ладно я молчу я просто на что ты рассчитываешь сейчас на что ты рассчитываешь защита мяча просто едь извините я я у меня слов нет я это 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 такой уровень игры в вышке что я просто в ауте это я ля я даже не знаю честно мне просто нечего сказать серьезно вот мне просто нечего сказать я видел разную игру в вышке но такое я я знаете вот я сказал о том что это интеллектуальная игра высший русский дивизион и через секунду через секунду арткости показал такую игру что как бы я не знаю честно да его в клан биг можно брать без конкурса еще кидай гфи его можно брать в клан биг без конкурса просто брать его головой клана биг после этого смысле вот если бы он еще здесь остался бы там бы у джинни были бы все-таки непростые кубы в мяч там был бы один куб в мяч да но блин я я слов нет одни эмоции то есть это это была не просто не просто плохая игра это я не знаю честно это просто хочется матом говорить только матом это это выше моего понимания это настолько надо потерять берега это настолько надо потерять берега насколько в принципе возможно это это надо настолько верить в свою неуязвимость что я просто в шоке я то еще думаю что он просто офигел и решил кинуть три плюс на гол а он я я в шоке честно не вот после этого вот диаметный ситар могут даже не спорить что у них дивизиона дна это дно да госп господи я не знаю евгеник против вассага вчера играл лучше ну арт кости все-таки не пропустит самое смешное что арт кости еще забьет ребят но сейчас подберет мячик да спас там и забьет вот это будет смехатура ребята просто представьте себе просто представьте себе представьте себе и так далее как это в детской песенке вот зелененький он был представьте что он сейчас еще забьет при этом вот просто на секунду представьте что он сейчас забьет я не знаю да тут простое выталкивание встаем сюда встаем сюда и блицуем в я я просто не знаю я в шоке ну две смерти дайте пожалуйста ну это фигня это фигня даже не пробил ну ладно я просто я я чисто я мне просто нечего сказать серьезно я в таком в такой прострации после этих мувов арт кости это будет рероллов да правильный фол это про это это фол абсолютно разумный спасибо что не удаление 2 3 выпало раз два три голову арт кости 3 3 плюса и 3 2 плюса вроде если я правильно посчитал не самый простой но с рероллом играбельный реролл пас спасибо это справедливо это справедливо он не заслужил гол но второй фол будьте добры пропишите пожалуйста давайте пропишите-ка пожалуйста смерть он это заслужил давайте смерть трафагорсу давай 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 джинни не бойся не бойся я с тобой моя нога направляет твою ну ладно пойдет если не встанет отлично без удаления идеально а теперь я бы еще насыпал бы блиц в подскокера хотя реролов нет может и не стоит сыпать можно конечно а нет не добегает ну ладно может и не стоит ничего делать у джинни не будет лоса и вантерна ну слушай с магом вполне можно играть на победку но конечно ну конечно арт кости это просто номер ребята я честно говоря всякое видел в вышке рубла но это новая вершина новая но и 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мне вообще-то начинает казаться, что Джинни-то может и это, ну... Не особо-то форсировать события с магом. Если он сейчас особенно выбьет Нигла-козла с лоса, то как бы... Что-то я вообще Барт Косте не позавидовал. Отзащищался? Да чё ты... Он нихрена не сделал практически, ребята. Там, понимаете, это сегодня вторая игра такого плана. Даже какая вторая? Третья игра, которую я смотрю, такого плана. Здесь просто сам Арт Косте сделал какую-то невообразимую... Невообразимо странный мув. Вот. Если коротко говорить. Сегодня точно таким же Макаром... Точно таким же Макаром... Шустрила сделал... Ну... Примерно такой же невообразимости мув, как Арт Косте. Не, ну, наверное, чуть-чуть лучше всё-таки. Всё-таки шанс обосраться у Шустрилы был... Как бы поменьше. Я даже могу сказать, какова была вероятность обосраться у Шустрила. На фоне... Да, у Шустрилы-то вообще вероятность была значительно меньше. Я тут зря ругаю. Он, конечно, очень плохо сыграл, но... Арт Косте Грандмастер просто. Просто Грандмастер. Очень хороший ивент. У Шустрилы было... Если мне не изменяет память... Ну да, у Шустрилы было 14% на обосраться. Они и залетели. Ну, 13-13. Да. Это, конечно, аут. Странно, что ни СМБ бьёт Ниггл козла на лося. Ну, вообще, ребята, если честно, то у Джинни, типа... Ля, да у Джинни качественных игроков на поле маловато, ребят. Ну, без обид, но маловато. Подскок. 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 Джинни. Подскок. Это подскок. Ну, ладно. Окей. Окей. Просто, несмотря на то, что Джинни на одного игрока больше, лимит-то, конечно, у хаоситов покачественнее. Привет, First Aid. Что сегодня ещё была за дикая игра с полной хер... А! Ну, у Энфи, ладно. Энфи просто не пёрла. Энфи просто не пёрла. У Арткости всегда просыпается пробой во втором тайме. Это как золотое правило. Я это видел уже, как бы, не один раз. У Арткости почему-то... У него пробой либо с первого хода, либо с девятого. Там прямо как включается. То есть с Демиургом было с первого. С Индигоном было с девятого. Но если начинает, то начинает. Я, конечно, болею за Джинни, потому что... Ну, игру Арткости просто простить нельзя чисто по-человечески. Это... Это просто... Как бы... Как бы так выразиться-то? Помягче. Даже не знаю, как это помягче объяснить. Я понимаю примерно логику, но... Чё-то как-то уже... Нет, сейчас не понимаю, наверное. Ладно. Всё-таки, понимаешь, неприятно, что здесь два топовых игрока. То есть, Джинни хочется стоять, потому что два супер-козла отдыхают. То есть, из-за колоколов... Ой, отлично вышло. Идеально. Все, молодец. Окей, это было идеально. Кроме того, что Агильный встал под подскок. Хочется пофалить. Но фалить придется из-под МБ Клавсы. Не знаю, вот... А, или Додж сюда. Додж. А, не, фулл подскока. Блин, гадский папа. Это обидно. Самое обидное даже не то, что удаление. Это, конечно, обидно. Обидно, что он не пробил. Вот непробой в этой ситуации, это, конечно, реролл. Ну, арт Кости, да, че... Че могло быть, кроме этого? Ну, хотя бы не поошит. Уже и то хлеб. Ну, вот, ребята... Если сейчас еще подскокер уберет линейку... Если еще подскокер уберет линейку... Ситуация-то уже не такая однозначная, ребят. Честно. Да, один-один было обидно. Вот так вот, ребята... Как бы... Да... Резко подул северный ветер. Я бы, кстати, сейчас силовым бы пошел марчить Агилу. В этом довольно много рационального смысла. Ну, ладно. Ну, вот и поиграли. Нет, еще рано. Орбит, еще рано. Давай уточним. Маг есть. Два крутых игрока есть. Гард есть. Игра еще не закончена. Хотя, конечно, сценарий полное говно. Это чистая правда. Но я бы не закапывал бы еще. Я бы еще не закапывал. Но проблема в том, что, типа, по такой игре один-два хода и, как бы... Арт Костя доест. Сила от бетосной игры все-таки контрит хуманов. Хоть и не полностью. Это приятно. Здесь нужна травма. Или пробой. Просто пробой. Просто любой пробой. Ёп. Парный театр. Да доест он хуманов. Доест. Но хуманы могут забить за это время. От Костя все-таки мяч не душит. Он стоит, как бы, в стороне. От мяча, типа, такой... Ну, окей, типа, что-то там. Блядь. Ну, ладно. Плохо, что пришлось потратить реролл. Сейчас будет чейн-блок в кикера с седьмым армором. Еще здесь дольше надо кик... Ого, как все плохо-то, а? Что-то казалось-то, что Джинни отбился, все нормально, а тут, типа, два хода и... Конечно, не знаю. Ребят, честное ощущение, что сейчас дожмут. Единственное, что... Смотрите, какой я шанс вижу? Сейчас вот эти ребята идут в фулл контакт. Вот. Идут в фулл контакт. А... Это... Джинни уходит в бок и кидает мага в... Сейфте. Ну, вообще, честно говоря, какая-то полная жопа. Реролл, спор... Да! Ой, господи. ПО. Ёп. ПО. 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 Вот эту кнопочку тоже надо будет сделать. Не, ну, в принципе, план с игрой от MB Clubs'ы действительно такой. MB Clubs'а ПО... Как бы... Даже не знаю, просто... Помните, что я сказал о втором тайме, ребята? Помните, что я сказал о втором тайме? Что вот у Арткости... Вот... Я не хотел карк... Я и не каркал. Это просто... Понимание. И вот понимание, конечно... Повалило Джинни на газон. Стянуло с него... Кое-какие хуманские красные портки. Оставило его только в красных пидорских сапожках. И жестко вытархало в зад. Ээээ... Да, Орбит, начинает казаться, что это была хорошая идея. Ну... Колян, с одной стороны, ты прав. И это приятный минус. Плохо, что распасовщик вылетел. Родной, у меня что-то ощущение, что здесь еще и не только распасовщик уйдет. Здесь, честно говоря, я сейчас не удивлюсь, если турбодета просто убьют. И все. Просто если сейчас в этой зоне минуснут турбодета... То... Что-то как бы все. Только если на поле осталось пять хуманов, из которых один вне драки. Тут даже с магом уже выглядит как бы тоскливо. Да, я, конечно, осуждаю Тирс, как обычно. Ой, родной, в каком-то плохом месте сейчас. Вообще надо реролить, это седьмой армор. Если он сейчас пробьется, то это, конечно, ГГ. Тут еще можно протолкнуть на одну клеточку убиватора, чтобы не бежать лишнее ГФИ и убить... Ой, последний рерол. Это шанс. Шанс, шанс, шанс. Ну, это реально шанс. Это реально шанс, ребят. Арт Костя без реролов. Я, конечно, понимаю, как это звучит. Но Арт Костя без реролов. Повезло. Только сейчас будет Блиц в турбодеде. А, не, не, не. Блиц не в турбодеде. А, не, не. Все, нормально, он перестраховался. Хе-хе-хе. Извините. Турбодед не пробился. Это хорошо. Не, нормально, нормально. Все хорошо. Типа, да всем плевать, Тирс. Я даже не очень понял, про что осуждение, но ладно. Ну, это хорошо. Это шанс. Это шанс. Ну, шанс громко сказано, но... Ща Лонером забьет. Ну, я хз. Вообще, ощущение, что пора Лонером забивать. А с магом против фарт-кости без рерола, в принципе, можно. Сейчас самое обидное, если пас не получится. Или прием. Хуже прием даже. Не, все, идеально. Идеально, все. Молодец, Джинни. Слушайте, можно поиграть на победку. Ничья 100%. Это уже понятно. Ничья 100%. И у Джинни не встал... Нет, встал один. И здесь встал... Ну, понятно, ладно. Здесь встало два. Если я правильно понимаю. Да, ладно, ладно. Что-то хуманов мало. Ля, где хуманы? Повезло, что еще не встал супер-козел. Не, ну, слушай, если... Если проиграет эту игру, это будет ор, но он это заслужил. То есть, конечно, то, что Арт Косте показал, это вообще грешновато. Вообще, конечно, пропустить гол в этой ситуации надо было действительно постараться. Но стоит сказать, что, конечно, постарался. И так же, конечно, я не встал. Нет. 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 Что со стимом? Не знаю. За это арткостя по КД? Ну, может быть. Ну, мяч, это окей, да. Раз. Ну, окей. А Джинни не на что больше рассчитывать, пацаны. Извините, но как бы у Джинни, к сожалению, выбора примерно никакого. Ну, у меня стим работает, пацаны. Слушайте, ну, один минус на лоси, это хорошо. Как арткостя не забил? Блядь, лок, ты его видел? Охуенно, не забей, извини. Там, понимаешь, лока, вот... Такую защиту мяча, такую защиту мяча ты еще не видел. Там стрим, гг лег на минутку. А-а-а, окей. Окей. Там, лока, вот просто... Потом пересмотри, просто пересмотри. Просто пересмотри, как арткостя защищал мяч. Ты, когда это увидишь, ты, поверь, ты просто охрен... Даже ты охренеешь. Когда ты увидишь, как арткостя защищал мяч, там... Там просто слов нет. Там одно сплошное охреневание. Ну, продаем козлика за так. А вот и... Может, смерть? Может, смерть? Нет, не смерть. Просто, лока, вот, серьезно. Просто даже в твиче откати и посмотри. Когда ты увидишь эту защиту мяча абсолютную, вот ты поймешь, что даже... Даже абсолютная клетка редгринлока не так хорошо работает, как защита мяча от арткостя. Абсолютная клетка редгринлока просто нервно курит в сторонке. Извините, пожалуйста. Даже не уверен, что можно абсолютную клетку редгринлока сравнивать с клеткой из двух игроков от арткости. Я даже буду называть теперь это... Теперь я буду называть это не МЗСС, а... А клетка из двух игроков арткости. Как вам, ребята, нормас? Как же арткости дефает мячик, пацаны, я смотрю. Просто, просто наблюдайте. Это, по-моему, даже... Отдаем еще одного козла отдельно. Я понимаю. Ну, ладно-ладно, это Блиц с тремя кубами, как бы. Хорошая работа. Я, конечно, ничего сказать не могу. А-а-а-а! Это защита от мага, пацаны! Это же защита от мага такая! Блядь, я такой-то... Да, да, защитил от мага, конечно. Окей, извините, да. Я чуть не сразу понял. Это была абсолютная защита от мага. Есть ощущение, что арткости немного не понимает принципа работа мага. То есть, если сейчас сжахнуть фейерболом, даже если свой игрок упадет, терн овера не будет. Но я говорю, Тирс, арткости не понимает, как работает деф от мага. Двойная клетка арткости. Да, да. Не, ну арткости бог. Вот просто молодой бог ББ, ребят. Честно. Если он не выиграет этот матч, это, конечно... Ну, в общем, потрясающе. Ну, мага уже не будет. Не, ну, с другой стороны, Джинни не так сильно надо спешить, потому что времени осталось мало, и, типа... Ну, маг вся фигня. Но я, конечно, в легком ауте. В легком ауте. Коля, ну, мне кажется, что, конечно, арткости, видимо, потеряет очки в этом матче. Но, по-моему, это чемпионская игра. Нет, у Джинни есть еще один ход, Тирс. У Джинни есть один ход. Один. Ровно один, чтобы затерпеть. Так что нормально. Краби, 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 поверь. Такого уровня ты еще не видел. Вот я тебе абсолютно серьезно говорю. Все, что ты знал до этого, ложь. Все, что ты видел до этого, это просто ложь. Краби, если ты увидишь... Если ты посмотришь, как прикрывал мячик арткости, то, как бы, я не знаю даже. Ты после этого закончишь вообще все. Не-не, ну, я понимаю, да. Да, да, да. Это правильно, это правильно. Минус к ловкости. Ну, окей, нормально. Зачем ему ловкость, он кикер. Ну, у Джинни смерть горда. Минус ловкость на инвалий. Нормально идет. Вот. Огра спасли от смерти на МНГ. Хорошо идем. Нормально. Господи, я плохой выбрал день, чтобы не ругаться матом. Очень тяжело, очень тяжело. А это еще даже матч не кончился. Даже, даже, даже еще не близко. Ладно. 1-1 дайте, пожалуйста. Да! Сусу! На каком ходу была защита мяча? По-моему, на шестом крабе. Ну, все, маг. Уходим в закат. Круто я заколдовал, а, пацаны? Как вам колдовство от Саши? Это высший уровень магии, запрещенный вне Хогвартса? Ну, я могу сказать, что проиграть было очень трудно. Но Джинни, как опытный... Ой, Арт Кости, как опытный, профессиональный игрок в Blood Bowl не подвел. Вот сейчас будет смешно, если Джинни кинет на даджи 1-1 для полноты эмоций. Наказание животному? Слушай, я не удивлюсь, если сейчас убьют Кетчера и Блицера за один ход. И получится, что это уже не наказание животному, а что-то другое. Вот тут надо подбирать мячик и кидать его в закат. Я просто боюсь, что сейчас Арт Кости такой, типа, ааа, ну мы проиграли. Ну, пойдем, простите, выпиздим Хуманов. И все. Ну, ладно. Все. Джинни выиграл. Это точно. Ну, ладно, не точно, но, типа, я настолько слабо верю, что там что-то получится. Ну, все, пацаны, домой, как бы. Пришло время умирать. А смотрим, сколько стоит команда Джинни после этой игры. Ну, видимо, он попадает тоже в эту кабалу у непокупки игроков. А Арт Кости? У Арт Кости есть стратегия. И он ее придерживается. Че вы его ругаете? Пианист играет как может. Ну, пришло время умирать, пацаны. Аптеки нет, как бы, вся фигня. Странно, странно. Обычно это смерть. Двоечка. Да. Ну, тут Арт Кости молодец. Извините. В принципе, кетчер, я думаю, может лежать. Я так понимаю Джинни, потому что я в этом сезоне, как бы, уже играл с Ногогрызом Джоном и с Мастером Зеном. А, ну, конечно. Да. 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 Хорошая идея. Молодец. Не, понимаете, вот, никто не говорит, как надо выигрывать в ББ. То есть, вот, от Кости нравится выигрывать в ББ через удаление команды оппонента. В этом ничего плохого нет. Другой вопрос, что даже это он делает весьма так себе. Но, как бы, окей. Ну, чё. По-моему, как бы... Ну, ладно. Мне интересно, Арт Кости сначала попробует забить гол? Или сначала попробует пофалить Турбодеда? Или о Ван Тернера? Как вы думаете, ребята? Сначала будет убийство? Или сначала будет всё-таки что-то ещё? Мне кажется, будет фол. Вот что-то мне подсказ... Не, О, Арт Кости. Сейчас он поймёт, что мячик никуда не долетает. Что он не рассчитал клетки. И что надо было освобождать козла. Это понимание пришло несколько поздновато. Но, как бы... Было бы неплохо сначала считать клетки паса, А потом бить. Но мы-то, конечно, понимаем, что... Как бы... Настоящему хаоси тот. Так, окей. 6 плюс. Не точно. Ну, это... Спасибо, что не... Если бы он сейчас забил бы гол... Я не знаю, пацаны. Я бы закончил вообще всё. Это было... Это было неплохо, пацаны. Не, ну ладно. Арт Кости молодец. Как бы я бы сказал, что... Политик, лидер и борец. Ну, нормально. 35 отборов, 5 нокаутов, 6 травм. Нормаз, в принципе. Была стратегия. Он её придерживался. Ну, так вот. Странно, что не фалил в конце, конечно. Вот. Это было прекрасно, пацаны. Это было прекрасно. Прыжки, как обычно, не подводят Джинни. Ну, вот. Это было весело. Продолжение следует...